МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это время, наверное, первый раз, когда спрашивают мнение жителей, мнение ульяновцев о том, что где и как будут проходить данные работы. Так как я представляю округ номер 25, у меня тоже есть те скверы и парки на территории округа, которых я хотел бы, чтобы работы данные провелись. В первой гимназии, как и во многих общественных местах города, тоже оборудована площадка для сбора предложений. По словам директора школы, все бланки были заполнены уже в первые сутки старта голосования. Я также проживаю в многоквартирном жилом доме, и я предложил, чтобы благоустроить наш двор, чтобы установить там детскую площадку. Судя по количеству предложений, ульяновцы проявили большой интерес к вопросу благоустройства. По предварительным данным, на утро 2 февраля проголосовало 20 тысяч жителей Ульяновска и 8 тысяч Димитровграда. Точные цифры будут известны в понедельник. Осталось дело за малым. Разобрать оставшиеся и приступить к подсчету приоритетных проектов путем голосования. Следующим этапом будет воплощение в жизнь проектов победителей. Мы будем контролировать регламент проведения с момента начала до окончания, вплоть до приемки, ход выполнения пожеланий граждан нашего города. С помощью проекта еще в 2017 году было обустроено 150 дворов и 19 общественных площадок. В этом году финансирование увеличилось, и проект набрал еще большие обороты. В 2017 году у нас 230 миллионов федеральных и областных денег. На 2018 год финансирование продолжено, и оно будет продолжено на все последующие пять лет. И нужно сказать, что из регионального бюджета удвоена сумма финансирования на 2018 год, такое первый раз. Следующее голосование ждет жителей уже 18 марта. Вместе с выбором президента ульяновцам будет предоставлен бюллетень с перечнем адресов и предварительными дизайн-проектами благоустройства. Виктория Шекова, Константин Никитин. Новости Ульяновской правды.